Ваше мнение, Ваше отношение к ленинским идеям построения социализма. Как Вы считаете, что это? Мир? Реальность? Или что-то другое? Ну, Паша, пожалуйста. Ну, построение социализма, вообще-то, было бы возможно. И теория верна. Ведь первые годы советской власти этого подтвердили полностью. Тот же НЭП и за первый год советской власти Ленину удалось поднять советское государство до уровня 13-го года. Максимальные показатели были. Но, чего не верна, но справка она разошлась. Это каждый человек имеет свои ошибки. И когда Ленин не назначил, мне кажется, своего последующего прямиком, это уставленный повод сказать, что он полностью не следует идее Ленина и прикрываясь этим, он просто установил такой циклитарный режим. Прикрываясь? Прикрываясь этим идеям социализма и демократии. Ну и в целом, то есть, ты считаешь, что идеи Ленина верны и не на практике приемлемы, да? Да, идея верны, только одно дело, что не нужна корректировка. Вот, допустим, у нас недавно получил развитие кооперации, а привело это к тому, что народ сейчас был прогрессивно настроен против кооперативов. И многие используют имя Ленин для того, чтобы черники и его, и весь цилизм. Говорят про то, что Ленин тоже в свое время говорил про кооперативы, говорил, что он должен развиваться, а на деле вышло лучше. Просто многие идеи со временем нуждаются в корректировке, так же и произошло с Ленином. Просто сейчас в другом смысле уже понимаем кооперацию и говорить, что какие-то идеи Ленина были плохими. И что вот из-за имени Ленина и следовательности сел коммунизма, построение коммунизма и социалистического общества мы сейчас живем плохо, это было бы не... То есть, видите, ленинизм, это не догма? Да, это была, это реальность вполне конкретная, она была реальностью и те, где она и счастлива. Максим, пожалуйста, твой мнение. Ну, я считаю, что, как говорил Ленин, что социализм не виноват за то, что к нему, что он не получил свое развитие из-за того, что неправильно мы поняли его, и то, что к вазе пришли не те люди. Например, как Сталин, он же не продолжал теорию Ленина. Он только чисто символически, чисто в своих манерах говорил, что он поддерживает теорию Ленина, а на самом деле он проводил совершенно другую политику. И Ленин еще перед смертью написал письмо в ЦК, чтобы сместить Сталина с поста генсека. Так как он знал, что Сталин – это человек, который не может себя держать в руках, не может сохранить свое отношение определенное к данному строю, которому он не может поддержать своего мнения. Он все время кидался из одного места в другое. И Ленин сразу это заметил и высказал свое отношение к Сталину. Но Сталин, как говорится... Не только Сталин, и ЦК не выполнили? Да, и ЦК не выполнили завещание. Они даже не было письмо оглашено, то есть завещание не было оглашено на съезде. И это не было принято все так серьезно, как это могло спаслиться и обернулось на нашу страну. Некоторые части в теории Ленина были... Сегодня мы с вами поговорим о пьесе Михаила Шатрова диктатурных судов. Пьес – это необычное. Это пьеса суд. Суд на длине. Да, это звучит несколько необычно. Но сейчас, может быть, как никогда, и возникает такая необходимость. Почему же именно сейчас мы можем провести вот такой суд на длине? Почему возникает необходимость такой пьесы? Как вы думаете? Мне кажется, деятельность таких людей всегда вызвала интерес в обществе. В человечестве известно множество факторов и вошедших в историю. Имя Владимира Ильича Ленина неотделима от нашей истории. Оно точно вошло в нашу жизнь, велость в нашем сознании. Но сегодня мне неудивительно то, что имя Владимира Ильича Ленина вызывает большой интерес в нашем обществе. Сегодня многое пишут о Ленине. Но все чаще и чаще на странице «Отключается» возникает материал, критикующий его методы работы, идеи и даже личные человеческие качества. Порой читая подобное о человеке, которому нам с детских лет прививали любовь, чувство уважения, учили тому, что Ленин – самый человечный человек, сильная личность, бывает не по себе. Конечно, всему написанному верить не характерно обращаться от одной правильности к другой. Но отвергать полностью всю критику, которая направлена в адрес деятельности Ленина, тоже будет неправильной. Потому что различные, даже самое противоречивое мнение о работе Ленина существовали и раньше. Хорошо известен отчерком Максима Горьского Владимир Ильич Ленин, в котором Горький пишет о Ленине, как о друге соратнике. И мы узнаем о Ленине с положительной стороны. Но мало кому известно, что этот же писатель в 1917 году написал о ременном совсем другое. Да, действительно, что бывает сейчас, через 70 лет после тех событий, когда даже современники Владимира Ильича Ленина высказывали такие деятельности в положительное мнение. С рубежом уже давно известна книга Максима Горького «Несвоевременные мысли». И очень много уже написано критических статей наших по неволе зарубежных русских исследователей. У зарубежных читателей сложилось определенное мнение насчет творчества Горького. А вот у наших советских читателей идет обычное однонаправленное мнение о том, что Ленин лошадь и другие мысли по этому поводу. Что же это за книга? В ней помещены статьи из газеты «Новая жизнь», которая сдавалась в Петрограде. И путевку этой газете, «Жизнь путевку» дал Горький. Орден на арест дал Ленин. Не помогло даже личное письмо писателя к вождю. Еще одна анти-ленинская причина, анти-ленинская. В элементарной непрядочности те, кто сегодня взялся за освещение исторической, в том числе ленинской тематики, рассчитывая потом на свою популярность. Сегодня в нашей стране больше половины историков неформал, а остальная половина людей – это их благодарные слушатели. Но как можно судить о Ленине, не знать досконально его жизни, его трудов, работ и даже внутреннего мира этого человека? И чтобы судить о нем, нужно знать и о том, какой был этот человек, о его переживаниях, о различных ситуациях и эпизодах из жизни. Многие люди причину построения межнациональных конфликтов видят в коммунистической партии и в Ленине как основательно ее. И вот в статье Сазанова за 1990 год, называется «Денье в 90-м году», «Автор анализирует результаты опроса». И многие опрошенные на вопрос о причинах, многие опрошенные на вопрос о причинах, и Ленина ответили, что ну, видят эту причину, смея не дискредитировать социалистическую идею, через дискредитацию идей, ну, и личности Ленина. В отношении к тому, что происходит сегодня. Посмотрите еще раз на эту схему, с которой мы с вами работали. Девятнадцатый век. Развитие революционной мысли в России. Декабристы. Разгромба декабризма и высказывание Герсона о том, что идеалы прошлого разрушены, а новые идеалы еще не успели сформироваться. Передовую мысль пытались сушить. И тем не менее, мысль о социальном равенстве не покидала передовые умы. Выросло новое поколение. И мы будем позднее говорить о народовольстве. Мы будем позднее говорить о писателе второй половины девятнадцатого века, а сегодня 1899 год. Последний год Ленинской ссылки. Владимиру Ильичу Ленину двадцать девять лет. Он озарен идеей создания партии. Он озарен идеей создания газеты, которая объединит марксистские кружки. Сейчас, когда мы уже знаем содержание этой повести, мне бы хотелось узнать, какие мысли оскорбенно интересны вам, новому поколению читателей, поколению, которое стоит на пороге взрослой жизни, которое о многом рассуждает и хочет найти ответы на вопросы. Итак, я повторяю вопрос. Какие мысли вам показались наиболее интересными? Какие мысли вас взволновали и побудили к размышлению? Пожалуйста. Итак, Ленину двадцать девять лет. Он по задаче идеи переустройства общества. Брандиознейшая задача. Андрюш, пожалуйста. Свои двадцать девять лет Ленин уже был озарен идеей создания нового общества. Значит, он обращался к народу и его уже озаряло мысль, значит, то, что он хотел создать новое общество, в котором все люди были благородны. У тебя нет другой текст? Почитайте этот кусочек. Будь добрый. Мы еще в ссылке, но мы уже знаем, что будет дальше. Газета, партия, революция. Новое общество. Мы будем строить наше новое общество добрым, благородным, разумным. Если оно не будет разумным и добрым, если Богу в теченнадцатого останутся в нем, кто виноват? Вы, будущие жители нового общества, знаете, мы хотим вам добраться. Вы, кто будете жить в этом обществе, помните, помните, оно отвоевано нашей работой и нашей кровью. Будьте смелыми, будьте добрыми. Люди, для кого мы готовы к революции. Будущие жители социалистического общества. Я люблю вас. Итак, будущие жители социалистического общества. Я люблю вас. И вот теперь, пожалуйста, Нариса, твое впечатление о личности Ленина, уже взрослая. Пожалуйста, что тебе близко в Ленине? Важнейшей чертой в характере Ленина мне нравится то, что он у меня будет товарищем. Я считаю сейчас отрывок в том, что сказал доктор Арканов в произведении 90-х годов моих приезжаемых улеров. В университетские годы мне выпало счастье общаться с людьми незаурядными, даже блестящими. И тем более ценю ее выдающийся интеллект Владимира Ильича. Ученый, философ, политик. Владимир Ильич, ученый, это ученый, живущий в сфере сложнейших обственных и философских проблем. Читон всегда спешит открыть национальную любовь и сможет, и всегда спешит на больше человека. Благодарю. Скажите, пожалуйста, а какие мысли Ленина с современной и поныне требуют своего разрешения сегодня? Пожалуйста. Рома, попытайся. Много под этим лично считалось, что в России не только рабочие, но и все граждане обречены политические правы. Россия монархи, самодержавные ограничены. Царь Алина дает законы, начать чиновников, мандеральными именами. И то, что Владимир Ильич обновил, о чем писалось в последние месяцы, это два программы политической борьбы на лучшую главу. А почему ты считаешь, что это мысли современной и поныне? Мысли о политическом равноправии всех граждан. Вот мы сейчас, когда наше время строим правовое государство. Сейчас строим правовое государство. Совершенно верно. И вопрос у меня такой к вам. Сейчас очень много в газетах, по телевидению, мы слышим вопрос о том, чтобы переименовать город Ленинград в город Петербург. Задумайтесь, пожалуйста, стоит ли это делать? И мне хотелось бы этот вопрос адресовать в тебе, Костя, поскольку ты Ленинград. Тебе все равно или нет, что город твой, в котором ты родился, будет именоваться Петербургом. Как ты на это еще думаешь? По этому поводу, как я тебе уйду. Тебе все равно? Нет. Нет. А что, по этому поводу, ты думаешь? Ну, я думаю, что нужно оставить название Ленинграда. Так, Танюш, у тебя какие мысли? Я думаю, что город, это прежде всего люди. И изменив название города, в нем не станут чище заплеванные тротуары, не исчезнет группа продавцов в магазинах с пустыми прилавками, не исчезнут песни с богами и грубыми текстами. Уже выросло несколько поколений ленинградцев, которые пережили блокаду, 900 дней блокады, которые пережили сталинские репрессии, которые восстанавливают памятники культуры, разрушенные во время войны. Я думаю, что Ленинград, город Ленина, должен быть на карте нашей Родины. Это и есть историческая память, в которой много людей. Так, а твое мнение, Таня, пожалуйста, по этому поводу. Стоит ли сохранить имя Ленина в названии города? Города Ленина. Мне кажется, стоит сохранить имя Ленина. Мне кажется, Ленин все-таки вошел в нашу историю. И не только в нашу. И вообще во всемирную историю вышел Ленин. Значит, он очень многое сделал для нашего союза, который вообще-то сейчас распадается. Но мне кажется, вот этот вот, демонтаж вот этих всяких памятников, мне кажется, совсем не нужен. Явление не совсем нормальное. Совсем нормальное. Для того, чтобы это явление, ну, хотя бы приостановилось в свой ход и не носило такой массовый характер, характер, я имею в виду переименования, вот явление демонтажа памятника Ленина, можно ли что-то сделать? Как вы думаете? Оксана, какие у тебя соображения на этот счет? Ну, для того, чтобы постичь Ленина, нужно научиться читать и мыслить заново. Мы слишком самоуверенные и от самоуверенности поверстные читатели. Ленин требует читателя зрелого, зрелого из большого духа. Ленин из прошлого века корнями проносил нашу действительность, наши опытные дни. Хорошо прозвучало мы, что Ленин требует читателя зрелого. И мы с вами, вы, юные граждане, которые через год будут получать паспорт гражданина Союза СССР, внимательнее относитесь к Ленинскому слову и трезво оценивайте то, что происходит вокруг вас. Билет по истории у Греба Шабиняна. Свою ругопись у Греба Шабиняна отправила на суд Надежды Константиновны Крупской. И это произведение у Крупской, как никакое другое, служило очень высокой оценкой. Ребята, как вы думаете, почему? Пожалуйста, Греба Шабиняна. Это не потому, что это рукопись. Это рукопись Греба Шабиняна показана не как идол, а показана как человек, показана его стремление и восхождение и так далее. Пожалуйста, почему так называется этот жанр произведения, Анжела? Ну, так называется, наверное, потому что автор и все есть в косте в этом рассказе, которые, эти сцены могли бы развернуться широкой главы и эти сцены могли бы послужить как бы основой для большого романа посвященного Гребу. Хорошо. А как сама писательница определила главную задачу в своей работе? Как сама писательница определила главную задачу в своей работе? Сережа, пожалуйста. Ну, по-моему, сам автор он хочет показать нам и сам пытается проникнуть в жизнь семьи, где скрыты процессы формирования личности, ну, в том числе Ленина и каждого человека. Он делает вывод о каждом слове и поступке Ленина. Ну, и в конце он дает заключение о скрытых его переживаниях. Так, она. Да? Итак, как же в книге показано, что Володя Ульянов делает свой первый шаг к Ленину? При помощи какого художественного метода это делает Мария Ташигиняна? Пожалуйста, Лена. Мария Ташигиняна рассказывает вам о различных происшествиях, вернее, различные эпизоды раскрывает из жизни Ленина. И в то же время характеризует состояние психологическое молодого... Молодого, потом уже... Молодого речи, да? Молодого речи, а хорошо. Так вот, какой художественной метод она здесь употребляет? Вся книга делится... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вся книга делится на два плана. Первое, это можно отличить характеристика событий в жизни Ульянова. И второе, это она дает анализ психологического состояния Ульянова в той или иной ситуации. Пожалуйста, первый эпизод и в жизни молодого Володи. Пожалуйста. Ну, это история с разбитым графином, когда Володя со своей семьей приемлемет. Мама выглядела, заезжает. Так, не надо говорить мне историю. Только там видно. История с разбитым графином и сложившее состояние мальчика. Ну, Владимир, что произошло? Собрал, обманул свою тетю и сказал, что это не он разбил. А потом, ну, впоследствии он мучается, так как это была ложь, и он мучил свои признания. После того, как он сказал, и прошло много времени, да? И он все равно раскрывает правду, говорит правду, то есть ответ, чувство судя, за ложь, чувство вины. Да, чувство вины, которое осталось ему, он должен был все равно признание своих иступить. Вот тогда впервые Ильич не переступил. А еще второй эпизод. Пожалуйста, Наташа. Ну, второй эпизод, это исходка в Казанском университете, где впервые в жизни Ленина мы наблюдаем революционную вспышку протеста. И мы видим ее в следующем. Не с казанской историей Владимир Ильич стал революционером, а казанская история только дала исход накопившемуся в нем душевному протесту. То есть именно с этой сходки в университете начинается первый шаг Ленина к революционеру, к вождю. Да, очень хорошо. Еще один эпизод, который очень важен. Пожалуйста, Илья. Следующий эпизод, это Большой уборь, который заставил Владимир Ильича в своих 16 лет. Это смерть отца. И Майз вышел сюда отлично, отвечал ему, как отлично. Его спрашивали только тогда, когда кто в классе не мог ответить. Память, если мы воспитываем глазами, как в классе воспитания. И когда начал вас в своем выпуске давать. И в классе, когда за полчаса дал лодка, чтобы объяснить. И с удовольствием о своих успехах всегда говорил о сне. И вдруг отца не стал. Что происходит с вами? Ну, ему стало очень трудно жить. Произошла в юноше переоценка вещей. Переоценка вещей. Что произошло? Там такой решающий, что перестал верить в Бога. Пожалуйста, Таня. Перестал верить в Бога. Однако, когда сорвался, перешел в двести. Так, очень хорошо. Следующий эпизод. Пожалуйста, Жених. Про без каши, а без манси. Так. Нужно было, в это время нужно было решаться. Надо было идти по улице гордо, чтобы никто не видел волнения. Так, за градус. И Оля тоже в своей гимназии удержалась гордо. Они отвечали на вопросы спокойно, пренебрегали уколами, кожкостями. На ногами, на ногами. Так. И мы подошли к самому данному, да? Да. К тому, что лежать на это произведение Мария Ташевинян это экзамен по истории. Что происходит в это время в гимназии? Пожалуйста, Леонид. Экзамен по истории. Очень трудный экзамен по истории. В этот день все узнали, что брат Ульянов побежал. Ульянов знал, что он держит не просто экзамен. Он держал перед всем старым городом и самим на право дальнейшей своей жизни, на право образования, поступления в университет. Он отвечал в билет с волкой, ясно, глубоко, спокойно. Комиссия сделала бы. Ученик отвечает так бесстальше, что золотой медаль придется присудить. Придется присудить. Ребята, скажите мне, пожалуйста, кто мне ответил на такой вопрос? Как же осмыслил 17-летний Володя, ваш ровесник, жизнь отца и брата? Что он понял из этих трагических событий в семье и как он сделал для себя выбор? Пожалуйста. Саша. Ну, жизнь отца привела его к чему? К попеку. Такое определение. Сам отец прожил жизнь как бы за дома. Жизнь за дома, но... Так, ну, пожалуйста, Наташа. Ну, ну, ну. Пустую, да? Да. Ну, пожалуйста, Наташа. Саша, вы стояли. Перед глазами юноши Ленина в эту минуту прошло две большие жизни. Первая жизнь – это жизнь отца, которая прошла, собственно говоря, без всякой пользы для окружающих. Так. Она привела его к тупику. При жизни отец совсем не помышлял. Там, о революции, о какой-то перемене в жизни. Точно такая же жизнь была и у брата Володи, у Саши. Но она была у него террором. Он хотел террором добиться перемены в жизни у народа. И эта жизнь привела? Тоже. К тупику. К чему? К смерти. К смерти привела? Так, Слава, как ты думаешь? Или там есть эти слова в тексте, ты можешь найти или своими словами, пожалуйста? Что же он сказал для себя? Ну, Владимир Ильич, ну, он, допустим, он переосмыслил эти две жизни очень глубоко. Ну, он посмотрел, например, какие были в его жизни, какие были совершенные ошибки. И он понял, что не этим путям нужно развиваться в цели. Нужно найти такой путь, чтобы надо идти другим и другим и другим. Так, ну, ребята, цель, которую поставили перед собой Мерета Шагинян, это самая трудная, самая интересная задача для романиста, это раздавка того, как формировался характер Ильича и складывались его убеждения. И на эскизе романа, на совсем маленьком произведении, она сумела показать, как же формировался характер будущего вождя, и как складывались в убеждения, которым мы убили всю жизнь. субтитры